Многие слышали о шапке Мономаха, священной реликвии русских царей. Однако ряд историков считает, что ее древность сильно преувеличена. Шапкой Мономаха венчали на царство российских правителей, начиная с Ивана Грозного. До революции 1917 года основной версией ее происхождения считалась изантийская. Якобы император Константин IX Мономах подарил этот убор киевскому князю Владимиру Всеволодовичу, благословляя его на самодержавное правление и нарекая его Мономахом. Потом шапка была забыта и найдена в великокняжеских сокровочницах уже в правлении Василия III. Причем, как нельзя кстати, положение Василия на троне было не совсем прочным. Шла борьба за власть между наследниками Ивана III. Легенда о династической преемственности власти древнерусских князей стала находкой и вошла в знаменитую теорию монаха Филофея. Москва, Третий Рим. Скорее всего, это шапка-подарок Ивану Калите от хана Узбека за помощь Москвы в усмирении Тверского восстания 1327 года. Никакие наследные права она не передавала. Это всего-навсего дорогая безделушка. Кстати, форма короны византийских императоров была совсем другой.